Стоит ли говорить о вере, если человеку не нравится? Один раз вполне можно сказать о своей вере, засвидетельствовать о вере, можно людям, собственно, как мы знаем, что им это не нравится. Сказать об этом надо, мы узнали, что им это не нравится и больше не говорить. Не надо говорить каждый раз. Если мы вынуждены, скажем, вот апостол Павел в Ариапаге, он пришел, его позвали, он сказал о своей вере, большинству не понравилось. Он не начинает ходить туда и добиваться каждый день, чтобы еще побольше людей за ним ушли. Те, кто ушли, он с ними и дальше продолжает общение, дальше продолжает проповедь. Также он заходит, скажем, в синагогу, говорит проповедь о Христе. Большинству не нравится, но кому-то нравится, он продолжает общение с теми, кому нравится. Вот. Сложность в том, что мы часто вынуждены продолжать общение, хотя наша вера людям и не нравится. Но мы вовсе не обязаны и дальше продолжать говорить об этой вере. Общее правило таковое, его тоже заявляет апостол Петр, что если меня спрашивают о моей вере, то я говорю и обязан говорить. Если не спрашивают, я не обязан говорить. Вот. Если я вынужден находиться в среде людей, которые не веруют, вот, для меня важно сказать один раз о вере, я сказать должен. Я должен засвидетельствовать, что я другой человек, что для меня Христос и его заповеди на первом месте. Это важно. Тогда не будет проблем там с корпоративами, с каким-то поведением там определенным. Вот. Люди просто будут знать, почему мы так делаем. Они могут это одобрять, они могут не одобрять. Это не имеет значения. Они будут понимать логику нашего поведения. Вот. Это опрощает отношения. Я сам, скажем, вот, священником-то стал совсем недавно. До этого жизнь-то прожил, будучи, скажем, верующим. Я являюсь с 89-го года. Первый раз переступил порог храма в 89-м году. Вот. Ну и, собственно, сразу же стал церковным человеком. То есть, это не было, христианство не было периферией моей жизни. Оно стало определять мою жизнь во всех аспектах. Ну, я же как-то работал в школах в основном. Эта работа была там среди родственников многочисленных. Это только начало 90-х, когда еще все это странно. Вот. И очень удобно, когда все родственники или в школе знают, что ты церковный человек, что ты ходишь в церковь, там, или служишь в алтаре. Вот. Тебе не предлагают странных вещей. Никто не смущается, когда ты не идешь на какую-то там корпоративную тусовку. Никто не возмущается, почему ты, скажем, вот так ведешь себя за столом. Или почему ты, например, не делаешь некоторых вещей. Вот. Это сразу люди понимают логику твоих и вопросов не задают в этом отношении. Но это засвидетельствовать один раз о том, четко поставить кто-то. Не подчеркивать это каждый раз. А просто, чтобы люди знали, кто ты и что ты. А потом вести себя можно так же, как ведешь все, не выпячивая свою веру никаким образом. Просто, чтобы люди знали. Вот. А говорить о ней не надо, пока тебя не спросят. Вот в этой самой среде неверующих людей надо, по слову апостола Петра, давать отчет о своей вере только тогда, когда тебя вопрошают. О ней, ну уж тут сказать четко и ясно, мужественно и твердо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok